На одной волне с городом. Радио. Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается. Олег Пекай и Юлия Петрик вместе с вами. Здравствуйте всем. Да, вот моё любимое занятие. Вот выходные прошли. Посидеть с книжкой на диване возле окна, почитать, посидеть, полистав вот какие-то любимые, может, романы или там приключенческие, или научную популярную литературу. Но замечаешь, что начинает темнеть всё раньше, и уже вот в сумерках, когда читаешь, буквы расплываются, и вообще как-то начинаешь думать о том, что зрение понемножечку ухудшается. То есть, если раньше об этом ты просто не замечал, но вот этого не было, и всё, то начинаешь уже подбирать очки, начинаешь как-то напрягать иногда, бывает, глаза, чтобы что-то разглядеть. Как защитить, как укрепить зрение? Вот об этом мы сейчас поговорим. И послушаем мнение экспертов. Вместе с нами вот на эту тему порассуждают и вот поделятся своими мыслями. Медицинский представитель фармацевтической компании Валентис Елена Бижиан. Здравствуйте. Доброе утро. И оптометрист сети Optic Filman Валерия Брестовская. Брестовская, извините. Валерия Брестовская. Здравствуйте. Доброе утро. Да, давайте, может быть, начнём с того, что вообще на наше зрение влияет негативно. Вот почему оно ухудшается? Почему нельзя вот чтобы вот как у тебя было вот в 20 лет прекрасно всё видел, вот так вот до 90 лет так бы и ходить? Ну, в первую очередь, это факторы окружающей среды, конечно, которые чисто физиологически влияют на зрение в том плане, что, например, сухой воздух, который наши глаза сушит, соответственно, нам нужно что-то подпитывать глазки, чтобы этой влажности глазам хватало. Второе, наверное, даже в большей степени это наш образ жизни, что всё-таки люди ориентированы на какие-то вещи, которые мы делаем больше вблизи, на коротком расстоянии, мы забываем о том, что надо посмотреть, что происходит вокруг нас, больше как-то всё здесь в себе, вокруг себя. Ну и третье, это чисто физиология. Всё-таки 20 лет и 30-40 лет, это немножечко разные весовые категории с точки зрения организма, что мы можем себе позволить, что нет, и как сами клетки реагируют на те же самые внешние факторы, когда мы, если в молодости намного проще всё воспринимаем и легче с этим справляемся, то потом всё-таки нужны какие-то дополнительные ресурсы, которые нам помогают справляться с этим так же эффективно, как это было ранее. Вот про эти ресурсы хотелось бы поговорить и о том, что, я думаю, многие замечают, что именно с осенью ухудшается, как, может быть, недостаточно, ну, всё-таки летом больше света, больше какого-то солнечного света мы получаем, и как-то мы не обращаем внимания на то, что ухудшается как-то наше зрение, а осенью вот с этими такими тёмными вечерами, сумерками ранними становится немножко, ну, сложнее, вот мы чувствуем даже напряжение на глаза, когда мы работаем или дома какие-то дела делаем, вот как с наступлением осени можно позаботиться о своём зрении? Ну, вообще, хочу сразу же сказать, что о зрении нужно заботиться не только осенью, а весь целый год, но, конечно же, осенью тёплые дни, летние тёплые дни сменяются на более холодные, дождливые, мы больше пребываем дома, в помещении, где есть такой свет, который не всегда хорошо подобран, больше проводим время возле мониторов, смотрим телевизоры, находим, ну, как бы, около компьютеров, и, конечно же, это всё очень негативно влияет на зрение, конечно же, нам лето дало, ну, подпитало нас каким-то, ну, были источники витаминов, это сезонные овощи, ягоды, фрукты мы принимали, конечно же, мы немножко поднакопили, но нам это ненадолго хватает, в принципе, уже к середине осени, сейчас, да, наш организм уже опустошился, есть смысл подумать о пополнении нашего организма витаминами, какими-либо пищевыми добавками, ну, чтобы встретить Диму во всё оружие, может быть, дома посмотреть, свет подкорректировать, подобрать, чтобы он был комфортный для глаз, ну, и, как я упомянула, то есть это какие-то комплекс витаминов с содержанием того же лютеина, например, да. А для глаз вообще какие витамины важны, вот кроме лютеина? Ну, лютеин, да, прежде всего, в хороших достойных дозировках, как 30 миллиграмм, конечно же, омега-3, цинк, витамин А, рибофлавин, это витамин 2, ну, то есть, ну, это такие основные витамины, которые нам помогут встретить Диму. Целый список длинный довольно, и запомнить тоже сложно. А вот, а как насчёт гимнастики для глаз упражнения? Это тоже помогает укреплять сетчатку и так далее? Ну, гимнастика для глаз, она больше всё-таки рассчитана на мышцы, как и любая гимнастика, да, соответственно, на сетчатку как такового влияния нет, это просто возможность немножечко как бы укрепить свой глаз с точки зрения физиологии, чтобы мышцы, клеточки, все стенки были у нас более крепкие. И второй момент – это способность немножечко увеличить, ну, как резерв как таковой, что ты можешь скомпенсировать непосредственно вот самим глазом, именно с точки зрения фокусировки. То есть, гимнастика не убирает ваш плюс или минус, это надо понимать, просто у вас есть возможность, например, больше как-то остаться на какой-то там одной ступени, то есть, чтобы это зрение не падало так резко, чтобы это ухудшение было либо более плавным, либо, ну, в идеале вообще остановилось. То есть, гимнастика вот в таком плане она хороша, чисто, опять-таки, для, ну, профилактики. Но здесь тоже важно понимать, если вы гимнастикой для глаз увлекаетесь, всё это очень здорово, но этому надо реально уделять время каждый день, хотя бы там 5-10 минут, да, и как только вы это прекращаете, эти резервы тоже падают. Ну, это как со спортом, то есть, если ты держишь себя в форме, пока ты занимаешься, эта форма присутствует, а стоит расслабиться, и как бы все у нас мышцы опять становятся немножечко более дряхлыми. Ну, к витаминам дополнение хорошее. Да. Да, но вот не нужно, наверное, напоминать людям, что нужно проверять зубы, ходить к стоматологу, а вот как часто нужно проверять зрение? Ну, с точки зрения профилактики, как минимум, раз в год обязательно это нужно делать, но это как и для всего организма, раз в год нужно проверять все системы органов, чтобы понимать, поддерживаем ли мы себя в норме. И если есть какие-то проблемы, то в соответствии с появлением проблем, то есть, например, если мы проверили зрение, год не прошёл, но понимая, что ты уже физически в ту сторону, что какие-то изменения есть, какие-то проблемы появились именно на фоне зрения, ну, значит, тоже идём проверять и не откладываем это в долгий ящик, чтобы потом было меньше проблем, с которыми нужно справляться. Проверять имеется в виду, нужно ли обязательно идти к семейному врачу и записываться к специалисту, или это можно делать… Это можно сделать напрямую через оптику, если мы говорим про проверку зрения, про очки, и тогда мы со своей стороны, если видим что-то, что нам не очень как-то нам нравится или заставляет задуматься о каких-то более серьёзных проблемах, тогда мы уже от себя отправляем непосредственно дальше к офтальмологу, который проверяет глаза уже с точки зрения здоровья глаз, ну, вот как органа, то есть, он не будет вам подбирать очки или линзы, он уже вас ориентирует на какие-то более такие серьёзные вещи касательно здоровья глаз. То есть, может быть, у человека, который даже носит очки, вдруг они становятся ему некомфортными, то есть, стоит обязательно проверить зрение, может быть, надо подкорректировать что-то. Совершенно верно. Вот прозвучало загадочное, может быть, для многих слово лютеин в нашей уже беседе, всё-таки витамин А, наверное, понятно, а вот лютеин, а вот что это такое? Лютеин – это биологически активный жирорастворимый пигмент, входящий в группу каротиноидов, природных соединений, играющих важную роль в обмене веществ человеческого организма. Лютеин сам не синтезируется в организме, мы и можем пополнять наш организм, но с помощью сбалансированного питания. Лютеин у нас содержится в оранжевом перце, в шпинате, в авокадо, брокколи, в обычной белокочанной капусте, много в яйце, да, то есть, но, к сожалению, с пищей мы не можем получить то необходимое количество лютеина, с пищей мы получаем где-то полтора миллиграмма, да, и этого не хватает для нормальной функции. Ну, нужно употреблять хотя бы, хотя бы, это минимум 6 миллиграмм лютеина, чтобы вот, ну, обеспечить, ну, вот этот самый пигмент. Пигмент, это что обеспечивается? Пигмент, то есть, лютеин формирует желтое пигментное пятно в центре сетчатки, так называемая макула, и этот маленький участок отвечает за центральное зрение, за четкое, ясное, контрастное зрение. И вот, если не хватает лютеина, то и вот этот участок, он… Если не съел… То есть, все плывет перед глазами? Не все, ну, как… нету четкости, да, то есть… То есть, это даже, может быть, не минус, а вот просто нету… Расплытие каких-то линий, расплываются буквы, выпадают при чтении, да, то есть, это так называемая… То есть, при нехватке лютеина возникает возрастная макулярная, ну, как… Недостаточность, дегенерация, да, то есть, и вот такие вот вещи, как… Ну, нечеткость, то есть, какие-то пятна, я не знаю, появляются. То есть, вот если не съел 6 кило брокколи, не все могут себя заставить, многие вообще не любят брокколи, вот тогда что делать, вот если нужен лютеин, а брокколи не любишь? Ну, можно в аптеке приобрести пищевые комплексы… Для глаз специальные, да, с содержанием лютеина, конечно, спрашивать 30 мг лютеина, чем больше доза лютеина, тем, ну, будет более… Больше его концентрация в организме появляется. Да, и очень много различных доказательств. Одно доказательство было доказано на людях, которые были абсолютно здоровые люди, при высокой концентрации лютеина, ну, вот ослепление, ну, меньше, вот эффект, вот мы знаем такой эффект, когда мы едем на машине, да, и даже в некоторое время встречные фары и потом такие мятлики, да, так вот с хорошей концентрацией лютеина это можно избежать, то есть, мы не будем подвержены ослеплению и также быстрому восстановлению. Это здоровые люди абсолютно, да. А если есть уже проблемы… Если приходим в аптеку, не требуется рецепт врача, то есть, это безрецептурные… Безрецептурные, это пищевая добавка, соответственно, это, в принципе, комплекс витаминов, ну, для глаз там именно непосредственно лютеин, но, по сути, он идёт для всего организма, потому что, помимо лютеина, очень много других компонентов, которые, в общем-то, нужны организму для поддержания всех функций в норме. Почему вот кислоты бывают жирными? Вот какое-то вот непонятное тоже для меня всегда было, то ли как-то оскорбительно даже звучит для кислоты, вот жирная кислота омега-3. Мы все её знаем, да не знаем, что это. Что она себя представляет? Я представляю, то есть, мы как бы все слышали, и вот где-то вот на слуху, что понятно, что с красной рыбой там какие-то вот можно получить омега-3, но вот тем не менее, что это такое? Это очень полезно, но что это такое? Ну, мы уже точно знаем все, как полезен омега-3, да, это жирные кислоты. Омега-3 также полезен и для зрения. Для селезистой оболочки. Да, в общем-то, это у нас сохраняет от синдрома сухого глаза, то есть, повышается продуктивность непосредственно слёзной железы. Да, о чём я говорила в начале, когда есть сухой воздух, и глаз высыхает, то мы теряем какой-то базовый элемент, который нам для глаза тоже слушает, как такой защитной плёнкой, это первое. Ой, а я представляю себе, ведь люди, которые работают в офисах, и сейчас начинается как раз сезон затопления, и это как раз очень-очень будет актуально. Да, соответственно, ну не только сезон отопления, летом, например, это были кондиционеры, я как работающий человек в торговом центре от этого тоже как не скрыться, что воздух сухой, и получается, что омега-3 нам именно делает более стабильной эту слёзную плёнку, но это если мы говорим про глаза, но в принципе это та же самая сухость кожи или слизистых оболочках в общем, это не только глаз, это то же самое першение во рту, например, когда особенно нужно много говорить, то есть, чтобы было меньше проблем именно вот с такими вот какими-то проявлениями. Ну, опять же, омега-3 улучшает и остроту зрения, опять же, если мы возвращаемся в тёмное время, то есть лучше, да, вот мы упомянули осень, день становится короче, да, то есть нам приходится, придётся уходить в тёмное время, возвращаться домой в тёмное время, да, то есть это тоже очень, ну, важно, да, то есть омега-3 у нас содержится, как вы упомянули, тоже в жирных сортах рыбы, есть в растительных маслах, его очень большое количество в льняном масле, содержится в конопляном, в грецких орехах достаточно, кстати, в подсолнечном его практически нет, да, а в оливковом, ну, минимально, да, то есть, ну вот… Семечки, да, получается? Семечки, да. Семечки обычные, даже самые подсолнечные? Подсолнечные семечки, да. Ну, для любителей погрызть семечки, или орехи, или это самое. Кстати, приём омега-3 тоже немаловажный, хочу добавить, уменьшает риск развития глаукомы, да, это уже такие боли и заболевания, это повышенное давление внутрь, ну, глазное, и тоже, ну, вот, как бы принимаем сегодня и нужно завтра. То есть нужно или, ну, обратить внимание на вот семечки и рыбу, и грецкие орехи, либо тогда, ну, тоже можно всегда, если в аптеке спрашивать, чтобы было омега-3, да, в этих пищеводах. В витаминах просто чем хорошо? Есть комплекс всех непосредственно важных элементов и в нужной концентрации, и в нужной дозировке. То есть, в принципе, семечки-то грызть, конечно, хорошо, но, во-первых, сколько тебе их нужно сгрызть, чтобы ты из них получил нужное количество тебе необходимых омега-3. А если ты берёшь витамины, комплекс витаминов, то есть даже мы не разделяем там, что я хочу, вот мне нужен лютеин, мне там нужен омега-3, и там дайте ещё, пожалуйста, цинк дополнительно. А здесь, когда мы говорим про комплекс, то есть ты в одной капсуле, в одной таблетке получаешь сразу дневную норму всего, и тогда ты уже там меньше, может быть, обращаешь внимания даже на то, что ты ешь, потому что поддерживать сбалансированное питание тоже достаточно сложно. И опять-таки учитывать, что тебе нужно столько разных продуктов разных, тем более ты можешь их не все любить, даже если с такой точки зрения, да, то есть если ты не любишь шпинат, а он тебе нужен, ну, вряд ли ты его будешь там в больших количествах потреблять. А здесь у нас есть одна капсула, и ты получил сразу всё, и при этом тебе не нужно кушать что-то, что ты не любишь, но это полезно. А вот с этой вот витаминной терапией в гимнастике можно ли восстановить зрение, если, допустим, какой-то или плюс, или минус небольшой? Нет, восстановить зрение нельзя, можно поддержать его на должном уровне и затормозить процесс ухудшения, и именно с точки зрения здоровья глаз, просто не допустить каких-то проблем со здоровьем глаз, который тоже ухудшение зрения вызывает, где очки уже, к сожалению, не всегда могут справиться с ситуацией и как-то разрешить эту проблему. Цинк, вот для чего мы ещё упустили, вы упомянули сейчас, и цинк тоже, вот чем полезен цинк? Ну, цинк входит в состав ферментов, которые регулируют зрение в темноте и помогают быстро адаптироваться при ярком освещении, снизив эффект яркой вспышки. Водители знают, что в сумрачное и ночное время, ну, в сравнении с дневным, восприятие дорожной обстановки становится хуже, а профессиональные водители ещё и подвержены влиянию свинца, который находится в выхлопных газах. А свинец и другие тяжёлые металлы ухудшают сумрачное зрение. Так вот, цинк есть в наших глазах, в палочках сетчатки, которые отвечают именно за зрение в темноте, в сумраке. То есть цинк активизирует зрительные функции в темноте. Он тоже содержится в определённых продуктах питания, например, как устрицы, лобстеры, крабы. Ну, есть более доступные. Добавляйте себе есть устрицы. Ну, также и в говядине, и в свинине, в злаках, ну, это уже попроще, да, в семена тыквы, чечевица, да, то есть необязательно лобстеры, можно и бобовые. Ну, и ещё раз просто подводя уже, наверное, итог, можно пытаться составить какое-то комплексное меню, но есть возможность и просто получить это в одном как бы препарате, где собраны все необходимые вот и цинк, и омега-3, и витамин А, и лютеин, и всё это в строго вот соответствующих дозах, которые необходимы каждому человеку, в пропорциях всё собрано уже вместе. То есть есть и такой вот вариант, не ломая голову, да, просто позаботиться о своём зрении, о своём здоровье. Я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор, потому что невозможно успеть вот как бы за короткое время охватить все вот возникшие вопросы, но говорим спасибо нашим гостям. Сегодня Валерия Брестская, оптиметрист сети Optic Filman, и Елена Бижина, медицинский представитель фармацевтической компании Valentis, отвечали вот на наши такие вот, может быть, наивные, но, тем не менее, я думаю, для многих очень важные вопросы. Спасибо, будем ждать вас снова. Спасибо. До встречи. Хорошего дня. Приглашайте, обязательно придём. Новости хорошего зрения представляет комплекс лютеина и жирных кислот омега-3 Окувал. Весной организму начинает не хватать витаминов. Особенно чувствительны глаза, которые в это время года ослабевают от множеств вредных факторов. Например,